Музыка Армения сегодня является Проксей страной, которая управляется Со стороны США Многое решается Для Армении именно на Украине Посмотрим, какой будет Россия после Поздной осенью Нас ожидает турецкое рабство В лучшем случае Если пойдет так, как задумывались Сказать кураторы Как задумывал глава ЦРУ Который приехал сюда Можно любить Можно не любить русских Можно, так сказать Плохо, нечего туда Нападить Но это единственное Наши спаси Добрый день В эфире Рябунг ТВ У нас в гостях Политолог Руководитель Ереванского клуба сетевых исследований Гагик Харюцинян Добрый день, господин Харюцинян Добрый день Спасибо, что приняли наше приглашение И пришли в нашу студию Спасибо за приглашение Господин Харюцинян Недавно состоялся визит Главы ЦРУ В Ереван После этого Также состоялся Телефонный разговор С госсекретарем США Никола Пашиняна То есть мы видим Что США тут Разворачивают активные Какие-то действия На ваш взгляд Что происходит И еще важен тот момент Что после визита Главы ЦРУ Армению посетил Также Сергей Нарышкин То есть Вот в этом контексте Как вам видится Происходящее? Видите ли? Ничего удивительного В том, что Армению посетил Руководитель ЦРУ США Я не вижу Потому что Армения сегодня Является Проксей страной Которая управляется Которая управляется Со стороны США И об этом Говорит вся логика Того, что происходило Здесь последние Четыре года И даже реальные факты Что каждую неделю Я не хотел бы Произнести слово Руководитель страны Но руководство страны Тем не менее Получает От американского посольства Десятки пунктов Поручений Которые должны Выполнять Тешние Ихни Приспешники Дело в том Что Уже в 18-м году Здесь была Осуществлена Классическая Цветная революция А это Один из таких методов Окупации стран С меньшими потерями И меньшими Так сказать Расходами Да И после этого Уже Ни чему не надо Удивляться И естественно А тем самым Так сказать Полностью Оккупировать Южный Кавказ Да В Закавказе Или как Нам проще Потреблять этот термин Потому что У Аббат-Азербайджана Нет Никаких проблем С Азербайджаном То же самое С Грузией Которая Практически Оккупируется Турцией А Турция Очень играет Важную роль В американской политике Потому что Это Так сказать Бешеная собака Англосаксов Они не требуют Особой Так показной Лояльности Со стороны Турции К Америке Т.д.т.п. Они могут То говорить Другое Но на них Они выполняют Четкую Задачу По Вытеснению Русско-Российского Присутствия Центральной Азии Южного Кавказа Вот Дело в этом И Удивляться Этому Не стоит То есть Пришел К власти ЦРУ Дал Нужные Так сказать Задачи Задания Чтобы Здесь Они В полке Естественно Это Не нравится Российской Старании Они Еще Имеют Здесь Свою Военную Силу Да Базы Военную Имеют И играют Определенную Роль Особенно Что Все Что касается Арсах То есть Не будьте Сегодня Российских Эмиротворцев Не было Ни одного Агнина На этой территории Это очевидно И Эта ситуация Мне напоминает Немного Ситуацию Приднестровья И Своё время Еще лет пять Тому назад Еще не было Ни Никола Так сказать На политической арене Никого И Написала Статью О том Что Единственный Выход Из этой Ситуации Связанной С Арцахом С республикой Арцаха Это то Что Эту республику Приняла Россия Так В своё время Она это Сделала С Сити С Абхазии И С тем же Приднестровьем О чём я говорил Ну А это Самый Это Сегодня Один из Сценариев Но Ситуация Резко Изменилась Поскольку Некоды Особенно С началом Спецоперации На Украине И Всё Связано С этим Сегодня Если Так сказать Русским Удастся Пока Это Удаётся Им И Несмотря на Ожесточённое Сопротивление Я не хочу Говорить Со стороны Украинцев Украинцев Просто Это Так сказать Материал Который Там Используется Воюет Запад Собирательный Коллективный Запад И Россия Но Пока Удаётся Идти Вперёд В Луганск Ферсон Запорожье Идут Тяжелейшие Бои В Донецке Очень тяжело Всё идёт Но Вот Пока Есть Шанс Что Россия Победит И Это Будет Победа Хитболка Типичный Русский Бунт Против Рабобладения Против Колониализма Потому Что Весь мир Окутан Не столько Войсками США Или НАТО А Всякими Общественными Организациями Всякими Международными Правилами Которые Держат Всех В своих Руках Благодаря Такой Позитиве Политики Достаточно Сказать Что В Армении Функционирует Около Двух Тисеч Общественных Организаций Но 90% Которых Прислушивается Тому Что Ему Говорят Из Разных Соросов Американских Африканских Штабов Скажем Так И Они Жаловались На выборы Что Не Голосовали Против Никола А сколько У нас Сектантов Только И Откуда Они Берут Свои Ресурсы Для того Что Что-то Делать За кого-то Голосовать Или Не Голосовать И Т. Так Что Возможно Что Мир Изменится Если Победит Россия В этой Войне Я Очень Надеюсь На Это Не То Что Уже Россия Не Одна Если Раньше Так Сказать Россию Считали Как Изгоем После Распада СССР То Сегодня На Арене Функционируют Такие Гиганты Как Китай Например Который Ведет Очень Осторожную Очень Мудру Политику По Отношению Ко Всем События Которые Сегодня Происходят В мире Тем Неменее Китай Будучи Очень Умным Понимает Что Ему Тоже Придется Очень Плохо Если В России Будут Проблемы С Украиной И Дай Бог Что Все Это Изменилось Так Что Если Случайно Что Посетил Армению Нарышкин Естественно Они Должны Знать Что Происходит Кто Пришел Зачем Пришел Что Сказал Или Не Сказал Зачем Ну вот такая ситуация, так что визит ЦРУ, это подтверждение того факта, что мы имеем в лице Армении сегодня. Это он в свою страну, так сказать, приехал, поговорил, также с руководителем ОГБ не встретился Армянского, да, да, с службой национальной безопасности не встретился, вот и все. Зато встретился с цикарем Совета национальной безопасности, известной своими взглядами, так сказать, я не побоюсь словно и девушками, так сказать, мыслями, проектами, ну, естественно, они свято выполняют свой долг, по-лакейски. Вот мое впечатление. Естественно, я не знаю, что конкретно сказали, об этом еще не сказали, мне было пора, пора, пора. Вполне вписывается в общую картину. Да, вписывается в общую картину. Вот, возвращаясь к внутриполитической ситуации в Армении, особенно весной, оппозиция активизировалась вновь, вывела на улицы людей, проводила митинги, но, к сожалению, это все пошло на спад. Как вам видится сейчас внутриполитическая ситуация? Есть ли у нас сейчас реальная оппозиция и почему это движение не имело успеха? Как вам сказать, это, наверное, эта ситуация носит объективный характер, потому что не было той критической массы людей, которые поддерживали оппозицию во время их выступлений, акций, которая позволила бы, так сказать, победить, побеждать вот в этой ситуации. Просто нет тех ресурсов. Я никак не хочу критиковать оппозицию, потому что они сделали то, что могли, смогли делать, согласно своим представлениям, принципам. Это основная, так сказать, нагрузка была на партии Дашнак-Цютюн. Они, естественно, первым делом апеллировали к патриотическим чувствам Армении. Да, армян. Это Арцах, это Лао, да, который должен встать и что-то делать. Ну вот, это скорее неудача, поражение армянского общества в целом, потому что наше поколение, вот, позволю себе вспомнить, что первые разные вышли на митинг и скандировали насчет Карабаха. В 1966 году я был здесь школьником или первокурсником, уже не помню. Более того, мы занимались тем, что распространяли листовки с соответствующим содержанием, что надо соединять с Арцахом, с Ахокалаком. Мы не забывали, мы эти туры не забывали в свое время. И надо вспомнить вот тот энтузиаст, которым народ, когда вот шли всякие там гнисонеры, там, запрещали нас, блокировали, то, ся, все, все было, все было. Ну, народ шел. Так же и народ шел в 88-м году, когда провозгласили движение за Арцах. И вот я бы хотел тут сделать некий экскурс, а почему так получилось, что вот это не разные народы, это тоже народ. Но народ Второй Республики, Советской Республики, это был грамотный, патриотичный, это было грамотное патриотическое общество. Достаточно сказать, что вот за 30 лет Третьей Республики арбянское сообщество потеряло примерно 12 раз свой научно-духовный потенциал. 12 раз. 12 раз. Это страшная цифра. В 88-м году, в 89-м, приедишли люди типа Леонида Асгалдяна, который имел честь быть близким человеком его. А сейчас нет этих героев, нет этого общества. Нашего общества очень планомерно оболванивали и опускали вниз. И по духовным качествам своим, и по интеллектуальным. Вот и итог. Вот мы видим то, что имеем. И вовсе не случайно, вовсе не случайно, что вставленники из Запада, в те, так сказать, Никола, да, они начали интенсифицировать этот процесс. Вот вспомним, первые шаги Никола, это дефицитация альманская апостолская честь. Да, все это было началось. Упразднили Министерство диаспоры. Это в том случае, когда в Турции и Азербайджане, это передовой фронт работы со своей диаспорой в Европе и в других странах. Начали, так сказать, унижать интеллигенцию, да, это люди, которые приходят, пьют кофе, потом уходят домой, да, это определение Никола. Да, в этом именно контексте упразднили первым, одним из первых декретов, скажем так, Никола, было то, что упразднить фонд Нураванг. А фонд Нураванг не только пил кофе, там, да, но и выпустили примерно 450 номеров трехязычных журналов, да, на трех языках и 82 монографии за тысячи чем-то лет. Это была сетевая структура, потому что Нураванг работал и с диаспорой крайне активно. И, говоря о диаспору, мы всегда как-то представляем только Европу или там Америку, Россию, Европу и Америку со всеми. И делал свое дело, писал докладные, которые, кстати, в одном из них была угадана, так сказать, дальнейшая судьба Армении, если мы так будем продолжать не развиваться, скажем так, именно в плане цветных революций. Вот, к сожалению, вот так получилось и вот имеем то, что имеем сегодня. Нам надо сегодня очень интенсивно подумать, а что делать. Вот один из недостатков, скажем так, оппозиции, это в том, а я разговаривал с некоторыми из них, это отсутствие стратегического мышления. Стратегическое мышление – это наиболее трудное мышление. Оно основывается на прошлом, настоящем и будущем. Это три единства. Если ты не знаешь прошлого, ты не поймешь настоящее. А если не знаешь, что в настоящем, никогда не поймешь, а что будет потом. Это триада такая. Вообще триада – это некое, так сказать, мистическое число. Это и в святой отеле, да, Бог, в святой отеле. В общем, не христианская триада и идеологическая триада, вот, которой, кстати, прекрасно пользуется Китай. Там идеологическая триада, там, где есть и либерализм, а консерватизм и, так сказать, социализм, естественно. Ну вот, благодаря всему этому, вот мы пришли к этому. И сегодня, когда мне говорили, вот надо стратегические вещи подумать хотя бы об этом, они говорят еще рано. Любая стратегия, она требует большого времени. Это не так, чтобы черпнули, что-то получилось. Это надо кропотливо работать. Я сегодня принес к вам для вас и даже статью, которая не статью, а такого, то, что так экспромтом написал. Это тема, которая уже пять лет преследует меня, или шесть. Это создание онлайн всеармянского университета, онлайн, потому что это наиболее, так сказать, удобная форма, особенно для народов, которые имеют диаспору, да. И скажу, что это даже очень выгодно для капитала. Учеба, образование считается одним из рентабельных отраслей бизнеса. 30 процентов. Не случайно, что пару лет назад товарищ Сорос 500 миллионов долларов именно внедрил в строительство онлайн университетов. Армянский капитал очень тупый в этом понимании. Они не хотят делать вещи, которые не знают, кроме, так сказать, купли-продажи, т.д. А это позволило бы, во-первых, повесить уровень армянского сообщества в целом. Потому что, вот мы говорим, Армения, Армения, мы имеем огромный спирт, и там диаспору, и там тоже дела идут не очень хорошо. Да, недавно наш соотечественник получил Новосибирскую премию. Это очень было для меня приятно слушать такое. Потому что, я позволю себе заметить, я уже начинаю, когда мне было 30 лет, все время работал с коллективами ученых. Пусть то физики, пусть то политологи, неважно. Они очень талантливые, очень способные. Я помню своего аспиранта, который приехал в Москву, когда я там работал, ничего не знал. А через год он был выше, чем некоторые физтеховцы или, так сказать, из Баумана были, так сказать, ребята. То есть, способные по природе своей. И, к сожалению, мы имеем такую ситуацию, как сегодня. Вот нам надо подумать об этом, и я попрошу даже напечатать эту статью в вашей газете «Яролонг». И чтобы как-то попытаться что-то в этом плане сделать. А то будет очень плохо, как сейчас. Очень плохо. А если продолжать разговор про аппозицию, я надеюсь, что все-таки в сентябре будет активизация, реально. Но, и тем не менее, вопрос о критической массе стоит. Более того, это стоит из-за того, что нет у нас ресурсов. Нет именно материальных ресурсов. Ну вот, посмотрите, два канала работают против, скажем, системы системных, да? Два-три, да, это второй канал, Ташнам-Чючен и пятый канал. Ну вот, на пятом канале очень хорошо вели, так сказать, передачи, там, Оля Агерьевич, дневник, ТДТП, очень хороший агитатор Севахта, Корча-Садька, короче говоря, в своей передаче. Вот они, наверное, устали и ушли в отпуск, я так полегал, но нет замены. Никто не заменяет вот эту нишу в информационном поле. А информационное поле, информационное воздействие, психологическое воздействие. Это самое страшное, и то, что виртуозно этим владеют те же американцы, турки, азербайджанцы и реснины многие. У нас вот эта информационная безопасность очень хромает. Это я говорю, потому что, имею право говорить, я был автором книги «Информационная безопасность», первая арминоязычная книга в этом направлении. И которые, кстати, участвовали эксперты из Греции, что я считаю крайне важным, в Сандо-Полосе, в Украине, в России. Это была такая коллективная монография. Вот сейчас идет активная работа над реализацией соглашения 2020 года, 9 ноября. И в связи с разблокированием коммуникаций, налаживанием отношений Армении и Турции, какого-то подготовительного этапа мирного договора. В связи с этим Турция заявляет, недавно заявляла Эрдоган и их министр иностранных дел Чаву Шоглу, что они ждут от Армении каких-то конкретных шагов. Какие шаги они ждут, на ваш взгляд. При этом они не первый раз сообщают, что они координируют свои действия, свои решения с Азербайджаном. Азербайджан тоже, в свою очередь, они активно формируют состав своей комиссии для мирных переговоров с Ереваном. То есть, на ваш взгляд, насколько мы близки от каких-то уже окончательных решений? И на каком этапе вообще мы сейчас находимся в плане реализации? Ну, крайне трудно сказать, на каком этапе. Мы, по-моему, находимся на том же этапе, что и в 2018 году, потому что все это было планировано. И сегодня говорят, что сегодня мир, да, в Армении. Нет мира. Именно потому, что гибридные войны, они отличаются от тех войн, к которым мы привыкли. То есть, это необязательно стрелять, там, необязательно что-то делать. Гибридная война идет. То есть, встал вопрос экономического, как минимум, оккупирования Армении. Потому что Азербайджан и Турция это делают запросто при открытии, так сказать. Они должны открываться, и в Никол, лишь под давлением их оттягивает, под давлением России, так сказать, азербайджанской общественности. И не более того, он и пришел к этой работе именно для того, чтобы реализовать вот эти планы. Это самое страшное. Это самое страшное. Так что я считаю, что многое решается для Армении именно на Украине. Посмотрим, какой будет Россия после вот поздной осени или как-то. Очень надеюсь, что будет в хорошей форме. Но страшные силы против его направления. Вот для сравнения скажу, что российский бюджет, военный бюджет, это порядка, если не ошибаюсь, 60 миллиардов долларов. Американский бюджет, это там 800-700 миллиардов долларов. Еще там британцы, всякие французы, немцы, и т.д., и т.п., поляки. Так что вот соотношение сил страшное в этом плане. Но мы видим, что русский солдат, он всегда побеждает. Будем надеяться, что сегодня тоже победит. Так что ничего такого не могу сказать. А что у нас ожидается? Нас ожидает турецкое рабство. В лучшем случае. Если пойдет так, как задумывали, так сказать, кураторы, как задумывали слова ЦРУ, который приехал сюда, да, всякие там Байдены, т.д., т.п., Чаушуло, Эрдуган. Эрдуган, кстати, вот надо отдать им должное. Эрдуган, да, я его ставлю даже выше, чем Ататюрка. Отвати богу, выше Ататюрка, потому что очень умный, очень хитрый. Он работает на свою страну, на свою бывшую империю. А это имперский народ. И вот их планы насчет Центральной Азии, хорошо, что этим только ограничивается, потому что в свое время стояли под Краковом, да, в Европе. Так что все идет по плану, скажем так. Кстати, вот я позволю себе, вот говоря насчет важности знаний. Вот армянский государственный университет, эту цифру, чтобы не забыть, находится по рейтингам на 2641 месте. Это при том, что турецкий университет технический 538 строку занимает, так, в этом рейтинге, самом таком, престижном. Вот, ну, посмотрите, мы в этом плане уступаем и Грузии тоже. Тиблийский государственный университет, кажется, на тысячу пунктов выше, чем армянский государственный университет. Уже не говоря о том, вот, Эрдоган провел большую работу по созданию научно-технологической инфраструктуры. Создали сотни центров технологических, аналитических. Да, они работают. Они работают, прекрасно понимая, что только этим можно и что-то делать. При этом не имеют абсолютно никакой цивилизационной предыстории. Они единственное, что сделали, сделали три геноцида. Да, армянский, греческий, циклурский. Вот они это умеют. А мы, так сказать, обладая вот таким преимуществом, такими возможностями, вспомним вторую республику в научном плане. Какие были люди. Некоторых мы даже не знали. Вот. Вот говоря про образование, просто сейчас активно обсуждается, что в этом году число поступивших в университеты резко сократилось и дошло до исторического минимума. Если я не ошибаюсь, 7 тысяч всего человек поступило. Поступали самыми низкими баллами. Да, да, да. Да. И при этом остались очень много мест, даже госзаказа. Такого не было, вот, начиная вот. Во второй республике очень высокие, да, были показатели высшего образования. То есть это о чем говорит? О том, что нет желающих поступать в университет или нет возможностей? Или почему вот так сократилось? Я считаю, что нет желающих, во-первых. А что поступить, вот, когда эти полицейские бюлеты, да, получают больше, чем доктор-профессор в НИИ, там, в академии или в институте каком-нибудь. А зачем? Ой, это отдельный вопрос, очень сложный, очень, потому что я имел честь работать в лаборатории, где непосредственным шефом был академик Азатян, а главным шефом в лаборатории был лабораторий Азатян Семенов. И не каждый день общались, а в нем не воспитывали, учили уму-разуму, да, всякому. Это очень сложный процесс. Это иная культура, иная инфраструктура, это иное мышление. Вот, редко кто знает, что один из отцов российской ядерной бомбы, Щелоков, Метаксян, был армянином. Ты же не герой Советского Союза. Вот такие люди были тогда. Я у них учился у всех. Реальность меняется. Да. Да, ну, возвращаясь к политическим процессам, ну, вот на Россию, вы уже упомянули, какое сильное давление сейчас со стороны западных стран. При этом постоянно новые пакеты санкций применяются, и практически уже произошел разрыв отношений всяческих между Россией и Западом. И при этом вот Армения, она стратегический союзник. Это, естественно, сказывается и на Армении. И вот вы, как член движения «Сильная Армения с Россией», вот это движение, которое стремится еще в более глубокую интеграцию с Россией, вплоть до вступления в союзное государство. Насколько вот сейчас своевременно вот продолжение углубления интеграции или стоит как-то вот остановиться на этом этапе и переждать, чтобы еще хуже вот на Армении не сказалось бы? И так мы еле на плаву держимся. Нет, я считаю, что надо проложать усилия в этом направлении, потому что это наше единственное спасение. Можно любить, можно не любить русских. Можно, так сказать, плохо, нечего туда нападить. Но это единственное наше спасение. Вот вспомним еще поход Паскевича, и Ливанского, да, Крафа Паскевича. Вот именно после присоединения с Россией в Армении начали развиваться литература, наука, образование, церковь. Все, 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 все. Знаете, это не только из-за того, что и Петр, там, великий, и другие цари, которые прислушивались к Исраилуаре, что России нужен этот регион. Да, это так. Но есть более глубокие связи, это цивилизационная общность византийская. Вот в свое время мы даже создали византийский клуб, я был вроде руководителем этого византийского клуба, держали очень хорошее отношение с греками. Вот эта цивилизационная триада, Россия, Армения, Гречия, это наше спасение. Кстати, спасение не только наше, но и ихнее тоже, потому что Армяне очень многое сделали для России. И не просто как на хлебнике сидели, там, жрали, там, что-то. Вспомним даже, начиная с Суворова и многих-многих-многих. Вот я говорил насчет Щелкова и Токсиана. Вот такие люди, которые там делали Россию вместе с русскими, другими. Это единственное наше спасение. И надо лишь усиливать старание, борьбу в этом направлении. Иного выхода я не вижу. Я не вижу. К сожалению. Вот отметим, что как раз в этом году будет отмечаться 195-летие Ошаканской битвы, взятие Ереванской крепости. И вы вот уже отметили, вот какое важное значение это имело для Армении, армянского народа. Непременно, непременно надо это отметить. Непременно надо отметить. Помню, что, по-моему, есть только одна статуя Паскивыча, где-то в Вечме Армении. И не более. Вот. Непременно надо. Это, вот, я говорил насчет истории. Китайцы не зря говорят, что, когда забываешь историю, ты предатель. Они не говорят, что это плохо. Они говорят, что это предательство. За это расстреливают. Могут расстрелять. И мы забываем нашу историю. Непременно надо это делать. Непременно надо, так сказать, вспомнить и прождение Второй Республики. Я понимаю все, так сказать, сложности, при котором это все, когда это произошло. Но Вторая Республика, именно в свое время, очень многие, я кажусь немного тем, что был среди тех, которые ввели в оборот термин Вторая Республика. Да, именно Вторая Республика была самая, так сказать, светлая точка в истории Армении за последние годы, да, столетия, пару веков. Да, я понимаю все, то, что было плохо в этой республике. Вот дядя сидел в лагерях сталинских. Мы, так сказать, общались с всякими президентскими другами в Москве, за нами следили, ловили, т.д. Но при всем при том, что-то развивалось, что-то делалось. Это Армения была второй республикой в Советском Союзе по своему научному потенциалу. Замечательная, так сказать, республика в научном плане, в научно-производственном плане. Вот мы всего добились этого, и все, так сказать, бездарно, так сказать, потеряли во время десоветизации Армении. Вот эта революция, она была такой же после, во времена Ельцина и Горбачева, что и, так сказать, в 17-м году в России. И Россия очень много пострадала. И вот сейчас мне надежда дает то, что в России за последние 20 лет 10 раз выросло финансирование научно-технологической сферы. 10 раз. Это не там проценты какие-то. 10 раз. Уже понимают, что без этого нельзя. Без этого нельзя. Ну вот, надо все это отмечать и делать выводы. И делать выводы в том плане, что я считаю, что надо организовать некие, так сказать, форматы, где будут в режиме маргарных штурмов, обсуждений. Все эти вопросы обсуждать и найти какие-то алгоритмы действий. Я тоже не знаю, а что подсказать. Мне неоднократно говорили, что приходи, выступай. У меня нет алгоритма, а что делать в ополиции, когда стоят там тысячи, так сказать, разных ментов, да, полицейских. И нет никакого противостояния. Я не знаю. Я не знаю. Да, надо усиливать информационное, так сказать, воздействие на публику. Вот я сказал, какая печальная ситуация, когда вот так даже передовые каналы, так, в этом плане, не имеют даже вторых номеров, чтобы выступали, когда кто-то ездил в отпуск. Тем более, что вот я вижу, что вот во время этого движения нового появились люди, которые очень и очень способны к политической деятельности. Это Армен Вартаваньян, да, очень умный, порядочный парень, Татойян, например, да. Вот есть люди, которые говорят, аналитики, которые выступают, да, это весьма, так сказать, развитые, так сказать, люди, которые очень адекватно многое воспринимают. И вот надо использовать. Их надо использовать. Надо что-то делать в этом плане. Я очень надеюсь, что именно ваша партия и ваша руководка что-то сделает в этом направлении. Спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин